Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, тема нашего сегодняшнего разговора – глава 16 книги «Второзаконие». И в главе 16 продолжается тема рассуждения о времени, о богословии времени, о так называемых ритмах жизни. И центральным понятием Ветхого Завета, когда рассуждает он о понятии времени, является понятие суббота. Есть суббота – день, который Бог сам создал, выдумал, день покоя, день, посвященный самому Богу, день, который принадлежит не человеку, не его семье, не его амбициям по желанию потреблять и производить этот день Божий. Бог должен тебе его обратно получить, когда мы соблюдаем субботу. И в главе 16 дается нам, опять же, довольно емко, так вот, контурно, как полагается в нормальном учебнике, описание календаря древнего израильтянина. Какие праздники праздновались и в течение всего года. И эти праздники, они и создавали тот самый ритм жизни, который делает жизнь одновременно и устроенной, но и интересной, потому что есть чередование – труд, праздник, усердие, покой. И в главе 16 мы узнаем про то, что есть три основных праздника, при которых еврей должен был идти со своим семейством того, чтобы предстать пред Богом. И выражение «пред Богом» является очень частотным, когда мы читаем про праздники в Ветхом Завете. То есть нужно было со своим семейством целиком, либо с его частью прийти к святилищу, к скини, к храму, чтобы там участвовать в ритуалах храмовых и чтобы там понести Богу жертву. Эти праздники были сопряжены с понятием веселья, торжества, радости. Это были воистину праздники радостные, потому что постоянная, бесконечная череда рутинных рабочих дней, она прекращалась, уступая время такому праведному божьему безделью, когда можно было путешествовать, молиться, слушать какие-то возвышенные гимны, псалмы и есть хорошую вкусную пищу, да, это первины, десятины, которые к храму приносились, и семья, и вкушалы. Но какие это были праздники? Праздник первый, та самая Пасха, к ней пристыковывались Дни опресноков, это первый праздник, такой большой, длившийся неделю. Потом был праздник недель, шивот, по-другому поддесятница, и осенью праздник совершали суккот, да, или праздник шалаши или палаток. И вот об этих праздниках и о пронизывающих все это вот, есть календарь, все эти схемы, понятии субботы поговорим, читая главу 16 книги Второзакония. Итак, читаем стих первый. Не забывай про месяц Авив, совершай Пасху Господу твоему Богу, ибо в месяце Авиве ночью Господь твой Бог вывел от себя из Египта. Ну вот та самая ночь на 15-е Нисана, Нисан это позднейшее наименование месяца Авива, это месяц примерно находящийся в марте или апреле, и вот в этот день, точнее в эту ночь, пасхальная ночь совершается праздник Пасхи, или по-еврецки Песах. Закалывай пасхальную жертву Господу твоему Богу, мелкий и крупный скот, на том месте, которое Господь изберет и сделает жрищем для своего имени. Если кое-где написано, что праздник Пасхи, он семейный, да, и надо совершать по домам, это вот принесение пасхального агнца в жертву, то здесь нет, надо приносить этих агнцев к святилищу, в Иерусалим, к храму, к скине, и там Пасху совершать. То есть есть учение о том, что лишь в одном месте принесение Богу жертвы пасхального агнца закономерно и уместно. Не ешь с пасхальной жертвой дрожжевой хлеб, семь дней ты должен есть с нею пресный хлеб, хлеб бедствий. В память о том, что не мешкая уходил ты из Египта, так ты будешь всю жизнь свою вспоминать день ухода из Египта. Ну вот, конечно же, праздник имеет тесную связь с мифом об исходе, с повествованием об исходе, и разные элементы кулинарные, диетические этого праздника, они как раз вот связаны с этим событием. То же самое касается и обычая есть семь дней пресный хлеб, то есть сделанный из муки, соли и воды, да, без участия дрожжей, закваски и так далее. Ну, мы знаем этот хлеб под названием маца, вот этот хлеб пресный, не дрожжевой, бездрожжевое тесто. Семь дней нигде на вашей земле не должно быть закваски, мясо животного, заколотого тобой вечером, в первый день не оставляя до утра. Не закалывайте пасхальную жертву ни в одном из городов ваших, отданных вам Господом, вашим Богом. Только на том месте, которое Господь, твой Бог, сберет и сделает жрищем из своего имени, лишь там закалывай пасхальную жертву, делай это вечером на закате, в тот самый час, в какой ты уходил из Египта. Ну вот, тот самый, видите, написано, что закалывая Агнца вечером, приготовляя из него пищу, нужно до утра ее, эту пищу всю съесть. Ну, как можно догадаться, ягненок – это довольно большой объем мяса, и чтобы он был весь съеден, и чтобы никто не умер от несварения желудка, то надо было позвать большое собрание, большая семья, там, где друзья, либо соседи совершали эту самую Пасху, Пасху Исхода вместе. И в этом появляется в очередной раз очень позитивный социальный ресурс всего этого законодательства. Цель всех этих правил, всех этих постановлений – сделать так, чтобы люди имели братские взаимоотношения. «Приготовь и съешь мясо жертвы на том месте, которое изберет Господь твой Бог, а утром отправляйся домой». Вот так вот. «Шесть дней ешь пресный хлеб, а седьмой день – праздник во имя Господа твоего Бога, и работать нельзя». Заканчивается повествование о таком сдвоенном периоде – Пасха плюс Дня Пресноков, и все это называется общим названием «Пасхальное время» в ветхозаветном понимании этого понятия. Дальше. «Отчитывай семь недель с начала жатвы». «И справляй праздник недель во имя Господа твоего Бога, празднуй, расходуя по своему желанию то, чем благословит тебя Господь твой Бог». Вот, видите, празднуй, трать на веселье то, что ты заработал, да, будь щедрым в это время. Ну вот, праздник недель знаком нам более под понятием Пятьдесятница, была Пятьдесятница еще и ветхозаветная. Сегодня праздник дарования евреям закон на горе Синай, и вот Шивот называется, он еще совершается на Пятьдесятый день после Пасхи, да. Время, когда Пасха кончилась, а нет, еще Пятьдесятница не началась, называется в иудаизме Дни Омера, да, вот этих дней 49, разделяющих Пасху от Пятьдесятницы. До сегодняшнего дня все мы, христиане, протестанты, католики, православные, совершаем тоже праздник Пасхи, праздник Пятьдесятницы, наполняя, впрочем, эти праздники иным новозаветным содержанием. Но преемственность, связь с смыслом древним все еще сохраняется, все еще для нас Троица или Пятьдесятница тоже праздник дарования народу Божьему, закона, писаний, и мы тоже чтим это такое наиболее древнее измерение, содержание, смысловой пласт праздника Пятьдесятницы. «Веселись пред Господом твоим Богом на том месте, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени, и пусть вместе с тобою веселятся». Внимание, видите, это праздник, то есть веселье, то есть торжество, то есть радость. Для кого радость? А для всех радость, потому что в этот праздник должны бездельничать, есть роскошную дорогую пищу, мясо, вино, масло оливковое. Все жители Палестина, Ханаана, а именно, читаем стих одиннадцатый, «Пусть с тобой вместе веселятся твои сыновья, понятно, дочери, ну тоже понятно, дальше непонятно, и рабы, и рабыни, и левить, живущие в твоем городе, а также и преселенцы, сироты и вдовы, которые живут среди вас». То есть названы все. Больше никого тут не осталось, значит, и евреи, полноценные члены общества Израиль, и местные жители, но не евреи, и рабы, и рабыни, и левиты, все названы. То есть нужно сделать праздник праздником для всех. «Помни, что ты и сам был рабом в Египте, строго соблюдай, исполняй эти предписания». Повторяется постоянно во всем нашем чтении книги Второзакония эта мысль. «Вспомни, ты и сам был рабом». «Вспомни, ты и сам был в положении неместного, неполноправного, неполноценного жителя чужой земли». Поэтому, помня о том, что евреи жили в этих реалиях, в этом положении, будь милостив, будь снисходителен к тем, кто оказывается здесь твоим соседом и является неместным, неполноправным, неполноценным жителем этого региона. Эти слова должны быть обращены всем политикам и гражданам и нашего 21-го просвещенного христианского столетия. Дальше. «Справляй и праздник шалашей с семь дней, когда закончишь работы на гумне и до вильне». Праздник окончания сбора урожая, праздник шалашей, либо кущей, знакомое церковным людям название, либо праздник суккот, название еврейское. «Когда положено, опять же, семь дней жить в шалашах, в каких-то устроениях временного назначения, и там нужно, опять же, веселиться, бездельничать, ничего не делать, есть хорошую вкусную пищу, проводить время, сообща, семьей, разговаривая, общаясь друг с другом. И во всем этом можно было вспомнить еврею о том, что, во-первых, это праздник, когда люди находятся не дома, а вот на поле, и даже до дома нет времени дойти, там можно и заночевать, в шалаше находясь. А еще это праздник, рассказывающий, напоминающий о том, что мы однажды жили в пустыне, там не было каменных дворцов, деревянных строений, мы все жили в таких вот палатках, таких вот шатрах, и память об этом сохраняется и до вот этого вот описываемого времени. «Веселись на этом празднике, и пусть с тобой вместе веселятся твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левиты, переселенцы, сироты и вдовы, живущие в твоем городе». Повторяется, как мантра, одна и та же вот фраза. То есть, вот какой способ фразы этой? Все, 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 вот вообще все должны участвовать. И местные, и неместные, и евреи, и язычники, и свободные, и рабы. Вот нет ни раба несвободного, ни Скифа, ни Элина. Вот во всем этом празднике пасхальном, либо празднике кущей шалаши, либо празднике шивот, седьмин, недели или пятьдесятницы, по-другому. «Семь дней празднуй во имя Господа твоего Бога на том месте, которое Господь изберет, ведь Господь твой Бог благословил тебя богатым урожаем и удачей во всех делах, веселись от души». Вот призыв директива «Настоящая заповедь», это же книга заповедей, настоящая митцва, настоящая заповедь, веселиться от души. Три раза в год все мужчины у вас должны представать пред Господом вашим Богом, придя на то место, которое Господь себе изберет. Делайте так в праздник пресных хлебов, плюс Пасха, заметим, в праздник недели, шивот, липедитятница, и в праздник шалашей. Суккот. И пусть никто не появляется пред Господом с пустыми руками. Стих замечательный, да, есть семейная история, там где вот по деревням, по городам празднуется, и там все участвуют. Но есть мужское дело, да, вот есть мужское дело, лишь мужчины могут заниматься этим, надо идти в Иерусалим, быть паломником и там пред Богом предстать. Женщины опционально по желанию, детей тоже как кто хочет, а мужчина обязан пред Богом предстать. И пусть никто не появляется пред Господом с пустыми руками. То есть пришедший с пустыми руками оказывается человеком неблагодарным, дешеным чувством благодарности, раз он ничего не принес для общего застолья, для трапезы, для храма. Пусть каждый приносит дар по своим возможностям, по мере того, как Господь благословит его, Господь ваш Бог. Будь благодарным, и об этом возвещает нам стих 17. Голова 16 оканчивается новой темой, которая потом, опять же, будет обнимать еще две главы, до главы 18. Этот сюжет посвящен тому, как назначать, выбирать и взаимоотноситься с начальниками. Ну, в широком понимании слова этого к ним можно отнести и пророков, и священников, и родителей, и таких вот руководителей местного какого-то управления местного, и судей. Вот об этих вот людях, ниже мы почитаем, все стиха, начиная с 18. «Назначайте себе и старост по все городах ваших, отданных вам, Господом вашим Богом, во всех ваших племенах, и пусть они справедливо судят». Вот, друзья, этот стих рассказывает нам, что должно быть самоуправление, должна быть демократия, да, на каком-то низком уровне, уровне, где люди живут, существуют, надо выбирать себе старосты судей, назначайте. Ну, выбрали и назначили человека. И главное свойство этих судей – быть непредвзятыми, быть справедливыми людьми. Потому что такая мысль есть у пророков – судья, судящий неправедный, как будто бы порочат самого Бога. Потому что и Бог, и судья, но Бог – судья праведный. А судья неправедный, он оказывается тем, кто как будто бы компрометирует эту функцию Бога, функцию судить и распоряжаться. Не нарушай ничьих законных прав, суди беспристрастно, не бери взяток, ибо взятка превращает мудрых людей в слепцов, а праведных делают лжецами. Стремись к справедливости, лишь к справедливости стремись, и тогда ты будешь жив и будешь владеть той землею, которую отдает тебе Господь, твой Бог. Вот слова прекрасные, до сегодняшнего дня – актуальные и живые. Не принимай взяток, потому что взятка – есть такой токсин, есть яд, который вызывает мутацию в твоем организме. Ты раньше был человеком мудрым, стал лупцом. Раньше был человеком праведным, стал грешником и лжецом. Да, взятка вызывает интоксикацию, отравление уполномоченного властью человека. И заканчивается глава 16 маленьким вкраплением, посвященным опять, как неправильно Богу можно поклоняться. Итак, вот, почитаем два этих стиха. «Рядом с жертвенником Господа твоего Бога, который ты возведешь, не сажай дерево Ашеры, никакого дерева не сажай». Ну, обычай был такой у хананеев, у хананских племен, народов, посвящать деревья, как написано в другом месте в книге Второзакония, Деревья ветвистые, да, где такие были, такие кроны могучие. Ну, можно понять, почему, да, дерево вызывает такое уместное благоговение, да, дерево, как будто бы оно священное. Ну, видите, в чем проблема? Эти какие-то здравые размышления, осуждения, какие-то интуиции соприкасались у хананеев с неправильными ритуалами и обрядами. Ну, какими ритуалами и обрядами? Например, ритуальная проституция, либо принесение в жертву Астарте, Ашере, иначе говоря, живых людей, да, вот так вот, понимаете. И чтобы у вас не было и этого однажды, лучше вам не сажать дерево Астарте или Ашеры возле жертвенника, который ты для Бога посвящаешь. Да, то есть, такого против, такого ритуального экуменизма выступает 21 стих главы 16 книги Второзакония. И, наконец, не ставь из священного камня Господь твой Бог ненавидит это. Священные камни, стоящие вертикально, являются еще одним таким культовым объектом поклонения у современных евреев хананеев. Да, вот так можно почитать Ваала или Астарту, почитая огромный какой-то булыжник, который стоит вертикально и вызывает трепет и уважение, восхищение объемом или размерами этого вот такого объекта. Так вот, этих обычаев, о евреи, вам не надо. Так не поступайте. Дорогие друзья, глава 16 прочтена, прокомментирована. Она была посвящена рассуждению о календаре древнего еврея. Это были очень правильные, полные хорошего такого содержания, хороших норовоучений. Это были хорошие стихи. Спасибо за внимание. Портал экзогет.ру. Всего вам хорошего.